А вы в курсе, что с начала года в Краснодарском крае родились уже более 15 тысяч детей, из них около 2000 в Сочи? Кстати, по рождаемости город сегодня занимает второе место на Кубани после краевой столицы. В конце прошлого года в Сочи был официально открыт новый перинатальный центр, ну а первые роды здесь начали принимать весной. Так, несколько дней назад на свет в стенах нового медучреждения появилась первая двойня. Кстати, роды принимал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, который проинспектировал работу нового роддома. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. И сегодня в нашей программе мы поговорим о развитии здравоохранения. Начнем с Сочинского перинатального центра. Его уровень и мощности сегодня позволяют проводить сложнейшие операции и выхаживать недоношенных младенцев без перевода в краевую столицу. Предлагаю посмотреть сюжет с официального открытия перинатального центра. Акушер с 53-летним стажем Александра Ясинская даже немного теряется в длинных коридорах нового перинатального центра. Автоматика и современнейшее оборудование здесь на каждом шагу. Врач-ветеран вспоминает, в каких условиях она начинала работать. Теперь медики осваиваются на новом месте. Для всех операций, и для кушерских, и для гинекологических, все здесь приспособлено. У нас иногда получается 20 человек родит, из них 5 или 6 приходится оперировать. На открытие перинатального центра в Сочи приехал губернатор Краснодарского края. В Олимпийской столице уже готовы принимать первых пациентов. Всех хочу поздравить с этим событием, знаменательным событием. Не только для города Сочи, для всего края, с открытием перинатального центра в городе Сочи. Ведь это очень важно для тех людей, которые хотят познать счастье материнства. И вот такой перинатальный центр, поверьте, явно этому поможет. Благодаря президентской программе, президентскому поручению, у нас в крае уже 6-й подобный перинатальный центр. И поверьте, все те, которые уже работают, работают на отлично. Семь этажей. Каждый из них отведен под конкретное направление. Тут и родовые с операционными. Отделение патологии беременности, блок интенсивной терапии и экспресс-лаборатории. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Именно здесь выхаживают недоношенных детей. Современное оборудование позволяет сохранить жизнь малышам с экстремально низкой массой тела. Даже крохом весом в 500 граммов. Эти капсулы полностью имитируют естественную среду развития в утробе матери. Пульс, давление, температура, показания с каждого кювеза выводятся на компьютер, чтобы оперативно отслеживать информацию о каждом пациенте. Инкубатор, да, создает определенную влажность, требуемую физиологически, температуру, которая, опять же, требуется новорожденному в его периоде. И необходимая система подачи кислорода, обеспечения. Этот перинатальный центр ждали женщины не только в Сочи, но и всего Туапсинского района. Построенная клиника в год может обслужить порядка 9 тысяч пациенток. Тут помогут и в случаях, когда завести ребенка никак не получается. В центре есть свое отделение репродуктивных технологий. В Сочи это единственное место, где бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования можно будет пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Здесь же врачи будут вести всю беременность и продолжат наблюдать маленьких пациентов после родов. Мы сегодня говорим, что здесь будет рождаться счастье. Безусловно, здесь будет рождаться счастье. А самое главное, здесь будет рождаться будущее и Сочи, и края, а может быть, конечно, и гордость всей страны здесь тоже может родиться. Вот условия. Наша задача создать условия. Сегодня условия мы создаем. Отдельное внимание, конечно, оборудованию. Оно здесь по последнему слову техники. Например, в операционных установлена специальная система фильтрации воздуха, которая создает особый микроклимат. Но несмотря на то, какое установлено оснащение, важно и кто за ним будет работать. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая явно здесь присутствует в этом здании, в Саруминишем, в перинатальном центре, она ничто без профессиональных рук врачей. Вот они неотъемлемая часть высокотехнологичной медицины. Поэтому сейчас стратегическая задача, уже явно медперсонал подобран, чтобы они все время повышали свою подготовку, свой уровень. Все время что-то открывается, создается, новые препараты, новая аппаратура, новые технологии. Вот врач, в целом, и по краю, и те, которые особенно будут работать в перинатальных центрах, и уже работают, и в этом. Они должны не отстать от этого прогресса, который сегодня стремительно, очень стремительно развивается в медицине. Было привлечено много и анестезиологов, и ренематологов с разных регионов. Мы и те привезли свое что-то новационное, обучали наши своих. То есть здесь и есть микс, который такой рабочий. Сочинский перинатальный центр можно назвать одним из самых современных в стране. Здесь способны делать сложнейшие операции как мамам, так и появившимся на свет детям. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно смело сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это будет огромная возможность, которая все-таки, уверен, в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. После экскурсии по центру Вениамин Кондратьев встретился с врачами, которые будут здесь работать. Это своеобразный сплав из очень опытных медиков и молодых технологичных специалистов. Профессиональный подход и современное оборудование однозначно внесут вклад в улучшение демографической ситуации, заметил глава региона. Но, пожалуй, самая главная оценка новому перинатальному комплексу – то, что рожать здесь мечтает каждая будущая мама в Сочи. Спасибо. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиникой фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Особое внимание краевые власти уделяют станицам и поселениям. Благодаря финансированию там появятся новые амбулатории и офисы врача общей практики. Качественная медицинская помощь должна стать доступной даже в самых отдаленных уголках края, уверен губернатор. Долгожданный проект строительства второй очереди краевой клинической больницы номер один, чтобы у ведущего лечебного учреждения региона появился новый корпус. Выделят более 6 миллиардов рублей. Его планируют завершить в течение 4-х лет. Вот сейчас депутаты проголосовали за огромные поправки. И я могу просто с искренней радостью сказать, что столько лет ожидавшей реконструкции наша первая краевая клиническая больница имени профессора Чаповского наконец получает деньги не федеральные, не совместные с федерацией, а деньги краевого бюджета. Это, как сказал губернатор, целый медицинский город появится новый. Эта реконструкция разбита на 5 этапов. В Краснодарском крае сегодня реализуется государственная краевая программа по развитию медицины, а еще 8 национальных проектов. И все они нацелены на повышение качества медицинских услуг и снижение смертности. О главных задачах нацпроекта здравоохранения наш следующий репортаж. Это только на первый взгляд задачи национального проекта здравоохранения амбициозные на деле. Это ежедневная работа и системный подход каждого медработника. От фельдшера до именитого профессора. Снизить смертность трудоспособного населения, увеличить уровень жизни и повысить качество услуг для каждого жителя Кубани главное. Ведь в руках докторов самое дорогое – жизни людей. И здесь немаловажную роль играют кадры. В 2021 году укомплектованность медицинскими кадрами должна быть 81%. Первичное звено. У нас сегодня 74%. Тоже неплохо. Здесь мы при небольших усилиях можем восполнить этот дефицит. Но у нас по-прежнему есть муниципальное образование, где укомплектованность, скажем, врачами вообще не больше 50%. Мы четко должны с вами ответить на вопрос, как этот дефицит устранять. Чем мы должны сегодня заманить к нам в регион специалистов из другого региона? Как вы это видите? Это что? Жилье? Это оплата жилья? И, коллеги, еще. Работа с молодыми специалистами. Теперь за каждым молодым специалистом должен быть закреплен наставник, который должен полгода работать с молодым специалистом. Важнейший момент, коллеги. Наверное, это во многом поможет нам с вами закрепить специалиста в вашем лечебном учреждении и сделать так, чтобы ему там нравилось. Каждый кубанец старше 65 лет должен быть под особым контролем медиков. С этой задачей поможет справиться проект СМС-оповещения. Анна Менькова поручила как можно скорее внедрить его в край. Пациенту на мобильный телефон будут регулярно приходить напоминания о том, что нужно пройти диспансеризацию, принять необходимые препараты, даты и время медицинского приема. А также рекомендации по сохранению здоровья в тот или иной период года, в зависимости от диагноза человека. Особенно это касается хронических больных. Все предоставляемые услуги должны быть доступными и комфортными. Быструю и качественную медпомощь сегодня оказывают во всех населенных пунктах края. Еще до старта нацпроектов на Кубани начали развивать сеть офисов врачей общей практики. Сейчас их 254, а через два года будет 300. Условия работы в городе Новороссийске, все медицинские учреждения отремонтированы и очень хорошо оснащены высоко дорогостоящим оборудованием. И на самом деле эти программы, которые сейчас внедряются, они дополняют работу до оснащения произойдет медицинских учреждений за счет вот этих всех программ. Это очень важно. Проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями даст возможность дооснастить региональные сосудистые центры. Новая техника по этой программе будет появляться до 2024 года. Учреждения станут отвечать современным стандартам. Так, госпитализация должна происходить, минуя приемное отделение. А оформление и первичное обследование пациента будет длиться не больше 40 минут. Запланировано при истощении региональных сосудистых центров 6 ангиографических установок, 6 МРТ-6КТ, 44 аппарата ИВЛ, 5 УЗИ для исследования сосудов головного мозга, оборудование для нейрохирургического лечения и оборудование для медицинской реабилитации. Еще одна важная тема – борьба со злокачественными заболеваниями. По итогам прошедшего года в Краснодарском крае число пациентов с онкологией снизилось по сравнению с остальными регионами страны. Однако, несмотря на это, по мнению Анны Меньковой, фельдшеры и терапевты должны внимательнее относиться к своим пациентам и обязательно обследовать их на наличие новообразований. В рамках проекта для повышения доступности медицинской помощи онкологическим больным в крае в ближайшие два года будут организованы 17 центров. Эти учреждения оснастят мамографами, компьютерными томографами, эндоскопическим и другим оборудованием. Благодаря новой технике за последние пять лет удалось добиться значительных результатов в ЭКО, выявлении пороков на ранних сроках беременности, а также в целом снизить уровень смертности по краю. За последние пять лет в крае стабильно снижается показатель смертности. Общий на 4,7% и составляет 12,3% на тысячу населения. Анна Алексеевна, действительно, это заслуга всего края и всех врачей еще раз хочу поблагодарить за этот показатель. Если следовать всем указаниям национального проекта здоровья, то к 2024 году медицинская система Кубани выйдет на новый уровень оказания медицинской помощи. Помогут вывести медицину Кубани на новый уровень и центры здоровья. Скоро их пациенты даже будут получать смс-оповещение о необходимых процедурах. Такое поручение Краевому Минздраву дала вице-губернатор по соцвопросам. Предлагаю посмотреть сюжеты о деятельности первичного звена в медицине региона на примере Краснодарского медцентра. Его проинспектировала заместитель главы региона Анна Менькова. Такие профилактические центры заметно разгрузили поликлиники края. А еще планомерно воспитывают в людях культуру здорового образа жизни. Все чаще жители региона даже не дожидаются первого звоночка болезни, а раз в год проходят обследования. Очень часто не бывает жалоб, а уже идут как бы нарушения. Вот мы выявляем на кардиограмме это, в крови давление элементарное. У человека голова не болит, ничего не беспокоит. Он ходит на работу, выполняет какую-то нагрузку. А при банальном измерении артериального давления он видит высокие цифры. Так болезнь тонко намекает о своем присутствии. Здесь можно пройти полное предварительное обследование. Всего несколько кабинетов, а какое разнообразие направлений. Терапевтическое, стоматологическое, кабинет здорового питания. Здесь можно буквально разложить свой организм по полочкам. Другими словами, определить его состав. Узнать, сколько в тебе мышечной, жировой ткани и жидкости можно с помощью вот такого прибора. Для этого нужно надеть электроды на руки. К примеру, это полезно знать для занятий спортом. Заниматься на беговой дорожке нельзя, если есть степень ожирения. Все данные, рост, вес, показатели крови и другие вносят в карту осмотра. Ориентироваться по ней смогут и врачи в больницах, сразу видя все болевые точки пациента. Здесь выносятся, кроме результата осмотра, рекомендации пациенту, что ему нужно сделать по вот этим данным обследования. Например, если это повышенный холестерин, рекомендуется больному в течение двух месяцев диета с последующим контролем уровня. Сегодня этот центр здоровья в Краснодаре проинспектировала заместитель губернатора Анна Менькова. Куратор соцблока пообщалась с пациентами и отметила, что диагностика важна для того, чтобы обнаружить заболевание на ранних стадиях и не допустить осложнений. Очень часто выявляются как бы у нас только нарушения. Пациент никогда не был в поликлинике. То есть мы первоначальное звено, которое что-то выявило, и дальше его передаем в поликлинике. Как вы считаете, было бы неплохо, если бы центр здоровья имел такую возможность отработать как оператор, и те пациенты, которые выявили факторы риска и направили, получали бы от центра здоровья некое оповещение, как напоминание о том, что им нужно обратиться в поликлинику по месту жительства? Было бы хорошо, конечно. Было бы хорошо до конца года в Министерство здравоохранения поручение, я озвучила на коллеге, запустить систему и самописопровещения. Потом ее сделать вообще краевого масштаба для всех абсолютно поликлинических служб, для всей поликлинической службы. Давайте начнем с центров здоровья. Пациентов, которые возвращаются и постоянно, наблюдается именно в этом центре здоровья примерно треть. За день же приезжают около 40 человек. Здесь все доступно, все такие приятные люди и правильное дают направление на лечение. В службе медицинской профилактики Кубани сейчас работают больше ста отделений. От крупных центров до кабинетов предупреждение болезней – это еще одно из направлений национальных проектов. Увеличение среднего возраста до 80 лет, снижение смертности и развитие сети профилактических медицинских центров в стране – основные направления развития здравоохранения. Только на переоборудование поликлиник и больниц в районах Кубани в этом году был выделен 1 миллиард рублей, а в следующем году запланировано еще плюс 6 миллиардов на эти цели. Есть у региона и социальные партнеры, которые помогают оснащать медучреждения Кубани по последнему слову техники. Так, в этом году уже 5 районных больниц получили новейшее медицинское оборудование для биохимических и гематологических анализаторов. Вся техника была приобретена по благотворительной программе Каспийского трубопроводного консорциума. Приборы и аппараты уже установили в медучреждениях и даже опробовали. Поздравить главврачей, вручить сертификаты приехали вице-губернатор Анна Менькова, министр здравоохранения Евгений Филиппов и генеральный директор КТК Николай Горбань. Анна Менькова рассказала, что КТК уже много лет оказывает краю серьезную социальную поддержку. Еще до того, как национальный проект здравоохранения стартовал, в прошлом году на 1 миллиард рублей приобрели в Краснодарском крае различного рода оборудование. Но в большей степени это тяжелое оборудование, которое необходимо было сегодня краевым больницам. Я хочу сказать, вы знаете, что у нас в Краснодарском крае есть надежный партнер, Каспийский трубопроводный консорциум, единственный сегодня, кто работает с нами в плане оснащения медицинским оборудованием районных больниц. Это действительно для нас очень серьезная поддержка для нашего регионального бюджета. И самое главное, что это оборудование, которое поставлено сегодня в больницах, даст возможность ставить правильные диагнозы. Политика нашей компании, согласованная акционерами, гласит о том, что в регионах присутствия мы должны обязательно рассматривать социальные вопросы и принимать участие в жизни наших регионов. Это, конечно же, не какой-то артруизм в том числе, потому что у нас находятся здесь нефтеперекачащие станции, здесь идет наш трубопровод, и, естественно, работают наши работники, живут их семьи. Компания КТК много лет реализует социально-благотворительную программу в сфере здравоохранения на территории Кубани, помогает городам и станицам, расположенным в районах прохождения магистрального нефтепровода. Так и сегодня сертификаты на лабораторную технику получили представители пяти муниципалитетов – Кореновского, Абинского, Тбилисского, Красноармейского и Усть-Лабинского районов. Строительство офисов врачей общей практики – это отдельная тема, на которую хотелось бы поговорить. Задача, которую перед собой поставили краевые власти, к 2021 году в регионе должно быть 300 таких медучреждений в шаговой доступности. Сегодня таких врачебных кабинетов на Кубани уже больше 250. За последние четыре года их число выросло почти на 60%. У нас, конечно, количество жителей, которые живут в сельской местности, около 4 миллионов. Поверьте, это такой народ, который, как правило, не думает о своем здоровье, потому что у нас то пассивная, то уборка. И как-нибудь до себя руки не доходят. Поэтому, конечно, если они не идут к врачу, врач должен прийти к ним. Поэтому офисы врачей общей практики – это сегодня то необходимое звено в медицине, которое должно появиться на селе. Даже в самых отдаленных поселенных пунктах. Мы сегодня сохраняем здоровье жителей регионов. И сегодня мы также в Ускорсовском крае ставим медицинский кластер. Он достаточно серьезный. Там и антоцентр, и лебедационный центр, который очень нужен. И у членов президента, что нужно заниматься и лебедацией, и профилактикой. Деньги из краевого бюджета на строительство офисов врача общей практики выделили и городу Сочи. Планы на этот год – две такие мини-поликлиники. В прошлом году было открыто столько же. Тогда на эти цели из казны города и региона было потрачено 27 миллионов рублей. Поводов для волнений у Ольги Степановны теперь намного меньше. Даже при малейшем недомогании она может оперативно обратиться за консультацией к врачу. Раньше, говорит женщина, от одной только мысли, что надо ехать в поликлинику, поднималось давление. Зато теперь квалифицированная медицинская помощь пришла и в ее родное село. Здесь созданы все условия для этого. Очередей нет. По записи, заранее по электронной почте записался и пришел, как вот я сейчас. Кабинет врача общей практики в Краевско-Армянском открылся в прошлом году. В селе живет 2000 человек. В день на прием приходят до 30 пациентов, большая часть – взрослые. За педиатрической помощью обращаются в среднем каждый день около 10 родителей. В случае необходимости сельский доктор выезжает и на дом. В данном офисе врача проводится врачебный прием. Также осуществляется обслуживание пациентов на дому, маломобильных, либо с острыми заболеваниями. Допустим, если температура у человека 39, он в силу своего состояния не может прибыть, то обслуживается он на дому. Такие кабинеты врачей общей практики представляют собой, по сути, мини-поликлинику. Именно приближенность к пациентам помогает своевременно заподозрить патологию и назначить необходимое лечение или детальную диагностику уже у узких специалистов, что поможет в дальнейшем избежать серьезных осложнений. Учитывая, что в селе основная часть жителей – пожилые люди, данная методика по предотвращению тяжелых последствий заболеваний зарекомендовала себя наилучшим образом. Сравнить, если с кабинетом фельдшера, который мы обычно привыкли видеть на селе, то это, конечно, очень большая разница. Вы сами можете убедиться, что это выглядит как красиво снаружи, так и красиво внутри, но это очень удобно и для обращающихся пациентов, и для медицинских работников, которые здесь работают. В соседнем селе Измайловки совсем скоро тоже появится такой ВОП. Здание готово, идет ремонт внутренних помещений, дооснащение его медицинским оборудованием и решаются финальные вопросы с документами. Сейчас уже сданы и проходит экспертизу в крае еще два аналогичных проекта. В ближайшее время подобные мини-поликлиники появятся в ауле Хаджико и селе Пластунка. Подана заявка еще и на строительство кабинета врача общей практики в поселке Орел-Изумруд. Новый офис врача общей практики в начале года появился и в станице Воздвиженской. С просьбой открыть медучреждение в этом населенном пункте к губернатору обратилась жительница станицы на традиционном приеме граждан. В октябре прошлого года с просьбой построить новый офис врача общей практики главе региона обратилась Мария Аксенова. Вениамину Кондратьеву она рассказала, что в старом здании амбулатории уже невозможно лечить людей, а до ближайшей медицинской помощи 15 километров. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Тогда обратно в станицу Мария вернулась с хорошими новостями. Губернатор пообещал помочь. И уже через три месяца в январе Воздвиженской заработал офис врача общей практики. Сегодня лечение здесь проходит около двух с половиной тысяч человек. Местные радуются. В просторных и оборудованных кабинетах можно сделать прививки, пройти необходимые процедуры и даже записаться на дневной стационар. Елена Коробова здесь пациент частый. Пенсионерка страдает от гипертонии и находится под постоянным наблюдением врачей. Так называемый семейный доктор. Теперь через дорогу от ее дома. Приходится приходить часто. А теперь вообще можно не выходить отсюда. Здесь и дневной стационар, и физкабинет, и много что можно здесь сделать. Не ездить в Курганец. Я еще раз напомню, что в Краснодарском крае сегодня реализуются 18 нацпроектов, которые направлены на развитие отрасли здравоохранения. На покупку оборудования, ремонт медучреждений, строительство офисов врачей общей практики, закупку лекарств и другие проекты в области медицины. В этом году на Кубани направят около 53 миллиардов рублей. Это средства из бюджетов всех уровней. Власти Краснодарского края рассчитывают, что реализация государственных программ в конечном счете должна сказаться и на росте численности населения Краснодарского края, а также на увеличении продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году. Ну и это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова